Добрый день дорогие друзья! Шалом Хеврим! Мы снова вместе с вами сегодня и мы продолжаем разбор темы Вавилон блудница великая и выйди из нее народ мой Вы знаете я благодарен всем у кого откликается сердце на это учение И все кто пишет и задает вопросы и я понимаю ваши переживания Понимаю также ваши какие-то непонимания Потому что действительно тема такая очень серьезная Мало того что она серьезная она тяжелая Я понимаю каждого человека Потому что если бы мне приблизительно лет 10 назад кто-то подобные вещи начал говорить Я бы наверное даже и не слушал Почему? Потому что насколько твердыни были загнаны в голову Что знаете христианство такая штука интересная Что она не терпит другого мнения Вот или так как я или так как мы понимаем Или ты чужак В еврействе наоборот есть такая пословица Там где два еврея там три мнения Мнение приветствуется и это очень хорошо И это очень прекрасно когда кто-то имеет свое мнение Мы можем обменяться Можем друг другу чему-то научиться И всегда приветствуется свое мнение Свой взгляд И написание в частности Вот я хочу на этом сделать акцент Потому что друзья все что мы учим все что мы разбираем Это не есть абсолютная стопроцентная истина Это наш взгляд написания на данный момент Я даю как бы такой посыл или толчок для тех людей которые Впоследствии будут разбираться и будут копаться И мне интересно всегда ваше мнение То что вы думаете по данным местам писания Которые я привожу И по тем вопросам которые мы с вами обсуждаем Поэтому пишите говорите Не переживайте Вы обязательно будете услышаны Я не люблю споров Я не участвую в спорах Это однозначно Я не буду ни с кем спорить И кому-то что-то доказывать Почему? Потому что не вижу в этом никакого конструктива Есть две позиции Я говорил уже Есть живая вера Есть религия И вот живая вера Она основана на уважении К своему оппоненту И ты будешь уважать любое человеческое мнение Может быть даже ты его не разделяешь Почему? Потому что мы все находимся на пути познания Вот все идущие путем веры находятся на пути познания И то что вам открыто на данный момент То в том и пребывайте Не старайтесь прыгнуть выше головы Или натянуть на себя чью-то одежду Мы каждый то что понимает на данный момент Пусть в этом и остается То что я говорю я сегодня Это мое понимание И мой взгляд на Написание Мой взгляд на те же Исторические факты Которые я привожу С 11 года Вот по это время С начала 11 года По это время Я занимаюсь этой темой Бог по крупицам Мне открывал Все то что я сегодня говорю По крупицам было мной собрано По крупицам выстрадано Мы очень много молились Мы молились по 7 суток без остановки И в постах молитвах пребывали И весь тот материал который я сегодня имею И который я с вами делюсь Он выстрадан кровью и потом Поверьте Он не просто давался И я ни у кого не научился Ни у кого не прочитал Есть ли люди Которые подобно смотрят Написание подобно мне Безусловно есть И их сейчас немало А сейчас все больше и больше Появляется таких людей И они учат приблизительно В ту же тему И они открывают глаза людям Я говорил что это признак Последнего времени Потому что сейчас свет Божий Будет обращаться к Израилю И будет потихоньку Все мировое действование Переходить туда Мы живем в историческое время Мы живем в такие времена Которых мечтали пророки Так вот Хочу еще два слова сказать По поводу учительства Чтобы вы понимали Учитель когда Дар учительства Это и как дар пророчества Это данный дар свыше Когда мы учим Мы и сами учимся Вместе с вами Я иногда слышу То что я говорю Потом долгую Неделю-две Я это перевариваю Переосмысливаю Анализирую Проверяю И это очень ценно Это дар И вы знаете Иногда учителя Которые учат Они не обращают Внимание на мелочи Им понятный факт Вот я сказал И не постарался Но даже не попытался Это разжевать Объяснить Потому что для меня Это все понятно Может для кого-то Быть непонятно И я прошу вас прощения За то что Не уделяю мелочам Не кажущимся мелочам Внимание Потому что у Бога Мелочей нету Мы знаем Но поверьте Я это делаю Не специально И не в загордыне Просто оно автоматически Как-то так получается И потом ты думаешь Еще я вот это не объяснил Можно было бы еще И это объяснить Но поверьте Это не умышленно делается Так уж Как-то оно устроено И так Бог устроен Видно Он подает ту информацию Которую он хочет подать Вот Ну это что Как касаемо Вступительной речи И то может быть Кому-то ответил На его вопрос В предыдущем уроке Я говорил О несостыковках В книге Евангелия С писанием И с тем Что действительно Как оно должно было Выглядеть Мы говорили За Ихонию Который не имел детей Да я говорил Там написано Родился Сейчас скажу вам Не хочу Опять же Передернуть Сейчас открою Книгу Нового Завета И Матфей Первая глава Мы читаем Что Ихония Ихония родил Салафииля Так вот У Ихонии Не было детей И это факт И это исторический факт Больше того Еремия Пророчествовал Об этом И говорил Что Вот человек Лишенный Это Бог Через Еремию Говорил К народу Вот человек Лишенный Своего Потомства И никто Из его Потомства Не сядет На престоле Давидова Это факт То что В паралепоменовании В родословии Написано Ихония родил Это не значит Что Ихония Был их отцом Семя Вы знаете Когда Один из братьев Не мог Дать потомство Брат Мог восстанавливать Семя И очевидно Исторический факт Говорит о том Что Семя Ихонии Было восстановлено Его братом Но Вы понимаете Что Это ничего не меняет Вообще Ничего не меняет Божье слово Пророчество Говорит Бог Говорит Что Никто Из его Потомков Не сядет На престоле Давидовом А здесь Здесь выводится Линия По нем Понимаете И пишет Иаков Родился Мужа Мари От которой Родился Иисус Называемый Христос Ну Причем Тут Зачем Это Родословие Больше того Если вы сравните Родословие От Матфея И от Родословие От Ухи Вы увидите Те Несостыковки Которые Так же Ну Несовпадения И полностью Это два разных Хотя Все Два об одном И том же Но два разных Там По моему Двадцать пять Несовпадений Если я не ошибаюсь Посчитайте Сами Вы увидите Одно Оговорится Об одном И том же Но Двадцать пять Несостыковок Двадцать пять Разных Ну Имен Там написано Вот Родословие И там Вот Родословие И вот И в самих Родословиях Почитайте Там Есть Несовпадения Конкретные Вы знаете Что все Евангелия Они были Датированы Трехсотым Веком Ранее Ни одной Евангелии Не было Не сохранилось Говорят Что в Иерусалиме Есть Евангелие Которая Книга От Матфея Которая Была Датирована Первым Столетием По Рождеству Христову И которая Является Подлинником Оригиналом Но Ее почему-то Не выпускают Свет Больше того Говорят о том Что Это все На уровне Разговоров Я не говорю Что это Сто процентная Правда На уровне Разговоров Говорят Что если Выпустить Эту книгу Это перевернет Весь Крестьянский Мир И поэтому Она держится В тайне Ее никто Никогда не видел Все эти Евангелии Они Были написаны После Никеи И Написаны Сугубо На греческом Языке Нет Ни одной Евангелии Написанной На иврите Все то Что мы видим Сегодня Это Давид Штерн Или еще кто-то Это попытка Евреи Греческий Перевод Мы знаем Что это Практически Невозможно Как невозможно И еврейское Мышление Передать Греческим Языком Это два Разных Мышлений Я уже Говорил Что Мышление Ивре Оно В круге Заключено И когда еврей говорит Что К примеру Там были все Он говорит Я о сантехнике Он говорит Там был и сантехник И водовоз То есть от меньшего К меньшему Когда язычник Говорит о том же Самом факте И хочет сказать Что там были все Он говорит Там были все И сантехник И премьер-министр Или президент То есть все От меньшего К большему Это совершенно Два разных Мышления И потому Невозможно Передать Тот замысел Который То мышление И так Как мысли А мы знаем Что все Апостолы Практически Они были Евреями Есть вопрос По Луке Ну и то Это вопрос Который Ну как бы Можно рассматривать Можно согласиться Что он был Иврей Можно не согласиться Ну С натяжкой Но В остальном Все И Матфей И Иоанн И Марк Они были Евреями И были Ивреи Мыслили На Мыслили Язык мышления Был Еврит Общение Еврит И Понимаете Логично Было бы Чтобы Хотя бы Одна Или две Евангелия Они были Написаны На Еврите Но мы Не умеем Такого Удовольствия Прочитать Эти тексты В оригинале Мы имеем Всего лишь Греческий И перевод С греческого Но Даже Эти переводы С греческого На русский Они Во многом Не совпадают Теперь Мы Пойдем Дальше По Ихонии Ну Понятно Но Самомысль Ихония Не имел Детей Своих Пророчество Сбылось На нем Сто Процентов И Если Восстанавливано Семя То Все равно Это Семя Проклятое И не Может Оно Продолжать Царский Род Но Здесь Оно Написано Как Продолжитель Царского Рода Доброе Идем Дальше Я хотел Бы Показать Вам Одно Интересное Пророчество Которое Давно Было Муше И Которое Как по Мне Оно Подтверждает Истинность Того Что О чем Я вам Говорил Что Маше Он Должен Быть Стопроцентным Человеком Это Знают Все Евреи Может Быть Об Этому Меньше Знают Христиане Или Язычники В силу Своего Поверхностного Отношения К Писанию И Они Никогда Не задумывались Об этом Потому Им Очень Легко Была Вложена В голову Теория О Непорочном Зачатии Так Вот Мы Знаем Мы И Ивре Мы Понимаем Что Мы Читаем Оригинальные Тексты И Мы Видим И В Пророчествах И Везде Что Это Должен Быть Стопроцентным Человеком И Подтверждение Моих Слов Я Дам Вам Текст Который Записан В Турет Перед тем Как Моше Должен Был Покинуть Землю Вы Знаете Что Весь Израиль Переживал Как Быть Дальше Потому Что Это Был Человек Который Был Очень Близких Отношения С Богом И Мы Знаем О То Что Через Него Был Выведен Израиль Из Египта И Через Него Было Было Дано Была Дала Тора Которая Исполнила Второе Обещание Бога Освящу Вас Очищу Освящу Первое Из Обещаний Тоже Написано В Туре И Оно Касается Я Рукою Мыш Мыш Крепко Я Выведу Народ Из Египта Из Египетского Рабства И Это Обетование Сбылось Потому Посредством Мыш Народ Был Вычерпан Из Египта То Выведен И Избавлен От Этой Тесноты Египетского Рабства И Это Первое Обетование Второе Обетование Очищу Освящу И Оно Тоже Было Дано Народу Через Моше Знаете Многие Умники Говорят Закон Моисеев Вы Что Хотите Сказать Что Моисей Хоть Один Закон Издал Моисей Ну Тогда Получается Что Человек Закон Придумал И Все Это Писание Не Богодухновенно А Написано Человеком Нет Закон Был Дан Посредством Моше То Есть Бог И Через Него Дал Торунам То Есть Тора Я уже Говорил Это Учение Учение О том Оно Так И Переводится Учение Некоторые Переводят Закон Его Это Учение О том Каким Бог Хочет Видеть Свой Народ Народ Божий Это Учение Не Касается И Может Быть Христиане Привы В том Что Они Говорят Это Все Для Евреев Да Все Писание Все Обетования И Все Законоположения Они Все Для Евреев Для Язычников Там Ничего Нет Они Говорят Нам Язычникам Достаточно Как Быть Сынами Бнайноха И Соблюдать Всем Заповедей Да Поверьте Мне Язычников Вообще Все Какая Разница Даже Соблюдаете Вы Не Соблюдаете Они Живут Так Как Им Удобно И Так Как Им Хочется И Поэтому К ним Никаких Претензий Бог Особых И Не Предъявляет И Мы Если Мы Исследуем Писание То Мы Не Видим Что Бог Говорил Язычникам Вот Вы Такие Сякие Почему Вы Нарушили Почему Вы Идолам Поклонялись Все Претензии Обычно Идут К Израилю И Потому Христианам Очень Удобно Они Говорят Там Где Что Не Подходит Они Говорят Это Для Израиля Там Где Им Нравится Благословление Там Например Благословляющих Тебя Благословлю Они Говорят Вот Видите Мы Семья Аврамова Это Для Нас Это Про Нас Это Мы Благословение И Мы И Благословить Ну Хорошо И Понимаете Очень Удобно Манипулировать Такими Вещами Это То Что Нам Не Нравится Законы Что Надо Исполнять Что Надо Праздники Исполнять В Точности Так Как Бог Говорит Это Все Для Евреев А То Что Нам Нравится Это Для Нас Вы Действительно В Этому Правы В Этому Отношению Вся Все Тура Она Исключительно Для Народа Божьего Она Бог Дал Нам Тру Последствием Которого Мы Можем Очиститься Осветиться От Закваски Земной Которая Человечество Набралось На протяжении Многих Тысячелетий Вы Помните Эдемское Грехопадение До Адама И Адаму Пал Грех Потом Последствия Этого Греха Было Удаление Из Сада Эдемского И Когда Родился Когда Каин Убил Авеля Написано Что Познал Адам Геха И Она Родила Сифа То есть Шета И Сказала Восставил Семь Мне Господь Мне Семь Она Думала Что В нем Будет Восставлено Семь Ей Семь Авелева Того Человека Который Который Не был Утвержден В этом Мире Ведь Имя Хавель Оно Переводится Как Бременность Или Суета То есть Для него Мир Это Тяжкое Бремя Для него Находиться Здесь На земле Это Тяжкое Бремя Не нравится То Что Нравится Земным Людям И Естественно Что Ну Вы знаете Мудрецы Говорят Что Праведнику Не свойственно Утверждаться В этом Мире Даже Смотря На Авеля И Смотря На Него Мы Можем Сопределенно Сказать Что Праведный Или Человек Близкий Богу Он Не Утверждается В этом Мире Я Вам Земля Не Наш Дом Здесь Мы Идем Как Странники И Пришельцы Мы Являемся Тем Связующим Звеном Между Небом И Землей И Тем Проводниками Той Жизни Которые Стекают Сюда Потоками На Землю И Дают Возможность Жить Всему Живому Мы Как Некие Такие Посланники Которые Посланы Сюда На Землю Чтобы Земля Имела Возможность Жить И Имела Возможность Существовать О Нас Даже Сказано В Туре Что Мы Народ Который Незнащится Среди Других Народов Вы Представляете Нас Нету Среди Других Народов Есть Народы А Нас Нету Не Существует Нас Потому Что Мы Как Невидимки Живем Неде Не высовываемся Но Благодаря Тому Что Мы Здесь На Земле На Находимся Земля Не Впадает В Полный Хаос Земля Не Впадает В Полное Такое Безумие А Благодаря Тому Что Есть Люди Порядка Закона Эта Земля Осоляется Укрепляется И Это Не Дает Ей Полностью Развалиться Так Вот Мы Как Раз Те Люди И Вот Семя Которое Должно Было Быть Восстановлено То Что Мы Потеряли Там В Эдеме Мы Обрели В Ишу Амашехи То Что Человечество Потеряло В Адаме И В Последствии После Убийства Каина Авером Потеряло Мы Обрели Все В Ишу Амашехи Только Там Было Восстановлено Семя И Хава Думала Что Так Все Быстро Произошло Но На самом Деле Прошли Тысячелетия Тысячелетия Бог Работал Со Своим Народом Его Учил Бог Подымал Опускал И Все Это Было Для Того Чтобы Родился Первенец Первый Плод Израиль Который Корнем Укоренился В Бога Через Изучение Тары Пустил Корни В Бога Укоренившись В нем Произвел Наконец Тот Первый Плод Который Ожидал Господь От Своего Народа Первенца Ишу Амашеха Для Меня Он Большой Примет Для Когда-то Мне Одна Интересная Женщина Написала Она Давно Меня Знает И Мы Вместе С ней Начинали Практически Вместе Путь Свой И Тогда В христианстве И Она Мне Написала Если Ты Отрекся От Христа То Не Думай Что Я Тоже Такая Да Ни От Кого Я Не Отрекался И Больше Я Имею Оснований Думать Что Я С Машех Чем Даже Так Мне Такое Написал Почему Потому Что Для Меня Он Пример Для Подражания У Него Я Учусь На Него Я Смотрю Он Является Моим Первосвященником Он Является Тем Кто Ходотайствует Перед Отцом За Мои Грехи Но Для Меня Он Не Полубог Греческий Это Греческая Мифология Вы Знаете Греки Думали Что Управлять Народами Может Только Полубог Тот Кто Определён Необычайной Силой Тот Кто Рождён От Жены И Рождён От Бога И Вот Это Саитие Даёт Такой Результат Что Вот Рождается Такой Исполин Который Управляет Народами И Защищает Это Же Греческая Мифология Гракел Который Был Рождён От Женщины Бога Он Защищал Людей Спасал Их Освобождал И Всё Такое Эту Мифологию Они Внесли И В Иудаизм Смешали Его И Вот Получился Такой Суррогат Но Который Разумеющий Никогда Не Примут Не Принимали И Не Примут Те Кто Знает Язык Оригинала Читает Языком Язык Читает Писание На Языке На Котором Бог Разговаривал Со Своим Народом Они Никогда Не Примут Того Что Говорят Грек Или То Ихнего Понимания Ихнего Полубожества Для Нас Машевых Это Стопроцентный Человек И Понимаете Ещё Чем Опасна Это Мифология Греческая И Чем Опасна Это Смешание Ведь Я Слышал От Мои Христиан Которые Говорят Ну Я Говорю Ведь Он Ж Был Исполнением Туры Почему Ж Вы Нарушаете Ну Он Ж Был Бог У Него То Конечно Все Получилось А Мы Ж Люди У Ничего Не Получается Такая Брехня И Вот Это Основная Задумка Этой Подмены Которые Подменили Ну Все Вот Основная Была Такая Изюминка В этом Чтобы Люди Которые Знали О существовании Потому Что Даже Я думаю Что Если Не Написали Евангелие Люди Бы Из уст Уста Передавали О том Что На шеях Был Что Как Он Жил Как Он Двился И Они Об Этому Знали Поэтому Все Было Вывернуто Перевернуто Подтасовано Под Их Теологию Брехливую И Сделано Так Чтобы Люди Глядя На него Говорили Ну Это Же Бог У него Да Получалось А у Нас Не Получится Так Вот Пророчество Обишу Сто Процентное Пророчество Безусловное О Мошехе Я Говорил Уже Когда Уходил Моисей Да Моисей Прощался С Народом Бог Чтобы Утешить Народ Тоже Произнес Пророчество И Все Думали Что Сейчас Оно исполнится И Оно Ну Вком То Из Тодашних Людей Это Все Сбудется Потому Что Бог Сказал Следующее Я Зачитаю Пророка Из Среды Твоей Из Братьев Твоих Подобно Мне Поставит Тебе Бог Всесильный Твой Его Слушайтесь Подобно Мне Говорит Моисей Мы же Знаем Что Со Времен Моше Не Восставало Подобного Ему Пророка Подобный Ему Пророк Родился И это Был Ишуа Моше Тот Кто Был Насколько Близок С Богом Что Он Доверял Ему Свои Тайны Что Он Открывал Ему Свои Тайны Больше Того Если Через Моше Была Сделана Первая И вторая Часть Божьего Обетования Спасу Их Рукой Мышцой Крепкой Выведу Их Из Египта И вторая Освящу Их И очищу Дарование Торы То Вишова Моше Их Исполнилась Третья Часть Потому Пророка Подобного Тебе Но Моисей Ведь Не был Полубогом Да Есть Местописание Где Обращаясь К Моше Бог Говорит Моше Отказывается Ити К фараону И Бог Говорит Ему Иди Ты будешь Для фараона Как Бог То есть Языческий Фараон Будет Видеть В тебе Бога И Будет Бояться Тебя Да Это Есть Одно Такое Местописание Но Но Это Не Говорит О том Что Моше Был Богом Или Полубогом Моше Был Обыкновенным Земным Человеком Рожденным От Матери Отца Но Та Сила Которая Через Него Была Явлена Вы Представляете Что Такое Чтоб Убедить Три Миллиона Людей Следовать За Собой Понятно Что Говорил Бог Понятно Но Надо Ж Быть И Еще Иметь Такую Силу Такую Такую Мощь Таким Мощным Проводником Быть Божьим На эту Землю Чтобы Люди Послушались Тебя И пошли За тобой Больше Того Вы Представляете Насколько Надо Быть Близким Богу Чтобы Люди Это Все Увидели Находящиеся Рядом С Тобой И Поверили Что Когда Тебя Нет 80 Дней 40 Потом Еще 40 То Бог Дает Тебе Учение И Когда Ты Сошел С Этим Учением Чтобы Никто Даже Не Усомнился В том Что Оно Было Дано Богом Они Как Раз И Не Усомнились Те Иудеи Это Нынешнее Племя Говорит О Что Моисеев Закон Он Нам Божий Который Дан Нам Через Моисея И Вот Пророка Подобного Тебе Написано Пророка Из Следы Твоей Из Братьев Твоих Подобно Мне Поставит Тебе Бог Всесильный Твой Его Слушайтесь Представляете То есть Это Будет Точно Такой Же Человек Как Моше И Будет Одноделен Той Же Силой Теми Же Качествами Как Моисей А Моисея Было Сказано Он Кричайший Был Из Людей Так Вот Это Знаете Что Читаю Это Я Читаю Второзаконие 18 Главу 15 Стих Ну У вас Она Будет Второзаконие Кто Читает Тору Это Дворим 18 15 Книга Второзаконие Дворим Дворим Шефтинг Глава Шефтинг Так Вот Представляете То есть Насколько Прошло Тисчелетие И Потом Народу Был Дан Еще Один Вот Такой Мощнейший Пророк И Такой Мощный Глашатай Как Моисей Который Насколько Силе Прошел Служение Своего И Взошел На крест И Умер За Грехи Всего Мира Мы Вчера Говорили И Многие Там Пишут Что Праздники Они Не Для Язычников И Трэтата И Все Такое Ну Конечно Праздники Они Не Для Язычников Праздники Только Для Иврии Я Уже Об этом Говорил И Буду Говорить Никакого Дела Вам До Них Нет И Зачем Даже Обсуждать И Все Такое До Них Было Дело И Шуа Мошеху Который Праздновал Эти Праздники Был Со Своим Народом На Эти Праздники И Делал Все То Что Делал Его Народ Вот В Чем Разница И То Ну Вот Это Хотел Я Вам Показать Чтоб Вы Даже Не Сомневались Чтоб Вы Понимали О Чем Говорит Пророчество И Таких Пророчеств Еще Я Могу Привести Но Не Надо Передергивать Мне Сегодня Один Человек Написал Я Буду Разбираться Что Такое Альма Я Говорил По По Поводу Альмы На Прошлом Уроке Что Это Молодая Женщина Я Спросил Ты Знаешь Еврит Он Слушать Чужих Комментарий Получается Что Ты Думаешь Что Я Обманываю Тебя Нет Мне Смысла Зачем Мне Обманывать Вас Все Что Я Говорил Вы Можете Легко Проверить И Легко Исследовать И Вот Мы Сегодня Говорили Об Этих Таких Вещах Да И Я Хотел Сегодня Подытожить Все То О Чем Мы Говорили Сделать Такой Промежуточный Финиш Я Думаю Что Мы Продолжим Еще Разбираться В Этой Теме Если У Вас Будут Вопросы Задавайте Их Но Прежде Чем Подытожить Хотел Вам Еще Одно Показать Интересное Наблюдение Мое Вы Помните Что Когда Иисус Христос Греческий Этот Который Вам Говорил Подходит И Проклинает Смоковницу На которой Не Было Плода И Вы Знаете Это Было Сделано Хочу Вам Объяснить Еще Вот Этот Момент Зачем Было Зачем Иллюстрирован Такой Факт Казалось Бы Который Ну Он Вообще Ни О чем Не Говорит На Этой Смоковнице Проклятой Впоследствии И построилась Теория Замещения Смоков Всегда В Писании Символизирует Израиль И Немалый Раз Старе Бог Обращается Своему Народу И Здесь Получается Иисус Подходит Не Видит Плода На Дереве Которым Не Время Плодоносить И Он Говорит Будь Ты Проклятой И Оно Засыхает Так Вот Опять Налицо Явное Противоречие Если Мы Читаем 53 Главу Иса И Мы Понимаем Что Это Написано О Ишу О Машейхе О Том Кто Пришел Да И Взял На Себя Все Наши Немощи Все Наши Болезни То Там Написано Что Говоря О нем Пророк Говорит Что Он Льна Горящего Не Угасит И Ветли Надломлен Не Надломит Но Как Ж Тогда Это Совпадает С Тем Фактом Что Человек Подходит И Прокляет Дерево Которое Впоследствии Засыхает Я Говорю Зачем Это Было Сделано Это Было Сделано С Одной Платой Таким Хитрым Выездом Впоследствии На Вот Этом Месте Писании Была Построена Теория Замещения Смог Вопрог Это А Это Израиль Он Больше Никогда Не Принесет Плода А Значит Мы Вместо Него Бог Отверг Свой Народ А Мы Теперь Заняли Его Место Народа И Эта Теория Замещения На Притяжении Двух Тысяч Лет Она Действовала Поэтому Все Ненавидящие Все Антисемиты Или Те Одержимые Духом Антихриста Который Проявлялся Чрезмерно В них Они Гнали Убивали Евреев И Говорили Вы Проклятые Иисус Проклял Вас Иисус Проклял Это Дерево А Значит Проклял Израиль Вы Проклятый Народ Вас Страх И Делали Прочие Прочие Вещи Но Апостол Павел Размышляя В послании К римлянам В 11 Главе Он Говорит Буквально Следующее Сейчас Я Открою И Прочитаю Вам По поводу Израиля И По поводу Взаимоотношений Израиля С Богом Итак Спрашиваю Неужели Бог Отверг Народ Свой Никак Ибо Я Израильтянин Семени Авраамова И Сколена Вениаминова То же Самое И могу Сказать Я Неужели Бог Отверг Народ Свой Никак Ибо Я Израильтянин Я Ну И Тот Рожденный От матери И Отца Еврейки И Не Отверг Бог Народа Своего Который Наперед Знал Или Не Знаете Что Говорит Писание Повествование Обилие Как Он Жалуется Богу На Израиля Говоря Господи Пророков Твоих Убили Жерни Твои Разрушили Остался Я Один И Мои Души Ищут Что Говорит Ему Божеский Ответ Я Соблел Себе Семь Тысяч Которые Не Приконнили Колено Перед Баалом Всегда Остается Остаток Который Ради Которого Вся Земля И Существует И На Котором Вся Земля И Держится Остаток Который Остается Верным Богу Остаток Определение Которого Написано Описано В Двенадцатой Главе Откровения Из Живущих По Заповеди И И И И Свидетельство Христово Вот На Этому Остатки Сейчас Держится Земля И Ради Избранных Сократятся Эти Дни Ужасного Ну Вот Этого Мрака Который Сейчас Надвигается На Землю И Естественно Что Ну Не Отвержен Народ Божий И Как Подытоживая Эту Тему Я Хочу Ну Сказать Что Ну Хочу Сделать Такое Знаете Я же Такой Промежуточный Финиш Нашему Учению Мы Много О чем Поговорили Еще Будет Время Много Чего Обсудим Я Не Сомневаюсь В этом Но Как Вот Что Мы Выяснили Мы Выяснили Что Беззаконие Или Тайна Беззакония Которая Началась В В 325 Году Которая Началась Еще После Смерти Ишоа И уже В поколении Рэба Шауля Она Была Уже Скрыта Эта Тайна Беззакония Начала Она Открываться В 325 Году На Никейском Соборе Когда Был Осуществлен Такой Переворот Казалось бы Царству Божьим И Истину Заменили Ложью И На Притяжении 2000 Лет Эта Тема Просто Заливалась В народы Мира Везде Господство Господство Вот Этой Блудницы Без Нее Никто Не Мог Даже Цари Не Принимали Никаких Решений Без Разрешения Ватикана Или Без Разрешения Церквей Очень Много Чего Все С Их Разрешения Они имели Свои полицейские И имеют Свои полицейские Ордены Свои армии Своих шпионов Своих агентов Считается Что одна из лучших Агентных служб Естественно Что туда стекается Вся тайна Исповеди В общем Это Эта тайна Действовала На протяжении 2000 лет Система Мутировала Система Постоянно Видоизменялась Если Например Католицизм Уже себя Изживал Он Перерождался В протестантизм В баптистов Баптисты Там Писятникам Писятники Там Харизматов Постоянно Видоизменяясь Чтобы захватывать Все больше и больше Людей Погружая И в беззаконие Но мы Также Выяснили Что На Фоне Всего Этого Происходящего Даже Если Дети Божьи Попадали В эту сеть Многие Не попадали Но Все дети Божьи Которые Попадали В сеть Вавилона И были Захвачены Бог Верность Божья Превышала Всякое Наше Разумение Бог Всегда Находил Своих В каких Динаминациях Они не были Спрятаны В каждой Любой Динаминации Существуют Есть Дети Божьи Есть Народ Божьи И Бог Знает Своих И Он Всегда Возвращается За своими И не оставит Там ни одного Человека Я Сегодня Вас Ободряю Даже Если Вы Находитесь Еще В этих Динаминациях Но Сердце Ваше Ищет Бога Не бойтесь Ответить На Его Призыв Не бойтесь Стать Послушным Ему Слов Мы Выясняли Также Что Существует Две Системы Религиозная Система Вавилона В которой Все Божье Заменено Человеческим А также Существует Божья Система Правил И координат И так вот Между ними Мы провели Условный Иордан И вот этот Переход Из одной Системы В другую Он очень Важен В жизни Каждого Верующего Человека Мы Куда нам Ити Вы спросите Вот мы Сейчас Выйдем С динаминацией Куда нам Ити Нам Ити Не надо Ни в какую Условную Поместную Церковь Не об этом Сегодня речь Хотя Дети Божьи Собираются И есть Собрание По всему Такому Там Где Собираются Не имея Кого-то Большего Меньшего А служат Другому Теми Дарами Которые Бог Нам Дал Но Не об этом Сейчас Речь Я не призываю Вас Ити Ни в какие Сейчас Собрания Впоследствии Когда Вы выйдете С Вавиона Когда Вы Отрезвеете И когда Ваши Глаза Откроются И вы Увидите Куда Вам Ити Вы увидите Что Вам делать Вы Станете Полное Подчинение Богу Полное Водительство Поэтому Ну Только Важно Выйдя Из Вавилона Встать В систему Ценностей Божьей Божью И Ценностей Правил Законов И Постановлений Для того Чтобы Это Сделать Существует Очень Много Способов Во-первых Это Писание Это Тура Во-вторых Сегодня Очень Много Много Написан И Кто Захочет Разобраться Во всем Том Даже Что Я Говорил Обязательно Это Сделает Это Не Так Тяжело Как Было Тогда Когда Разбирались В этом Мы Сегодня Это Сделать Намного Легче И Намного Проще Очень Много Информации Естественно Надо Иметь Развлечение И Надо Ну Когда Ты Знаешь Хорошо Слово Божье Когда Ты Напомнил Слово Божьим Оно Как Мечет Фильтровывает Всякую Нечистоту Ты На основании Слова Божьего Ты Знаешь Это Мое Это Не Мое И Все Мерясь Через Него Через Призму Слова Божьего Вот Важный Факт Еще Мой Мой Совет Всем Тем Кто Собирается Покинуть Вавилон Изучайте Иврит Это Очень Важно Я Сегодня Не Рекламирую Израиль Там Или Еще Не Приглашаю Никого Никуда Ехать Придет Свое Время И Вы Сами Будете Знать Куда Вымки И Куда Ехать Я Вам Говорю Что Если Вы Научитесь Читать В Оригинал Это Будет Первый Путь К Вашему Прозрению Хотя Б Начальные Курсы Хотя Б Алиф Курсы По Изучению Евритм Сейчас Много Можно И По Скайпу Учить Можно При Желании У меня Мой Знакомый Который Ведет Общину И Друг Который Ведет Такую Собирается Общинка И Они Изучают Тору И Они Приблизительно В тех же Движутся По Пониманиях Как И Мы Так Вот Он Сам Изучал Самостоятельно Тору Он Изучил Алфавит Он Может Читать И То Что Интересует Он Находит Но Очень Важно Знать Язык На Который Написан Тора Вы Знаете Мы Много Чему Уделяем Много Внимания Но Слово Божье Оно Достойно Того Чтобы Ему Уделить Побольше Внимания Я же Говорю Ведь От Этого Зависит Наша Земная Жизнь И Наша Вечность Потому Что Если Мы Будем Только Читать Вот Эту Книгу Сильно Дальний Перевод Где Весь Смур Я Говорил Что Здесь Не Просто Ошибки Допущены А Здесь Умышленно Изменены Тексты Понимаете Ну То К Чему Это Нас Приведет Ни К Чему Хорошему Или Мы Будем Вот Олег Сказал Все Его Слушаем И Сейчас Ну Нет Ну Поймите Понимание Олега Это Всего Лишь Понимание Олега Ведь Каждому Надо Свою Тору Иметь В Жизни И Почему Это Важно Ну Я Расскажу Потом На Следующих Уроках Когда Я Буду Говорить О Двух Видах Священства Священства По Линии Авиафара И По Цедоку Праведному Я Покажу Эти Две Ветви Которые Идут От Начала Еще И До Наших Дней Это Я Как Белаю Маленький Анонсик Тех Учений Которые Будут Вот Изучайте Иврит Если Вы Хотите Особенно Нужи Божьи Вам Говорю Вы В ответственности За своих Жен За своих Детей И Вы Будете Отвечать За то Куда Вы Их Ведете Что Потом Ну Нечу Полы Попил Всю Изучайте Слов Иврит Изучайте Слов Божье Читайте Его В Оригинале И Будет Вам Вот Что Мы Еще Выяснили Мы Выяснили Что Не Существует Оригинальных Текстов Нового Завета Все Написано На Греческом И Не Думаю Что Матфей Или Тот Же Шмарк Или Тот Же Иоанн Они Диктовали На Греческий Язык Все Написано В Трехсотом После Трехсотого Года И Есть Большие Вопросы Сверяйте Все Евангельские Танахи Не Было Ни Одних Никаких Видоизменений Пытайтесь Хотя Б Первый Перевод Танаха Найти На Русский Язык Не Вот Этот Что Мы Имеем С Иноидальном Переводе Хотя Б Первый Перевод По Нем Сверяйте Брит Хадаша И Танах Где Есть Расскажение Я Б Ставил Плюс В Сторону Танаха Эта Книга Не Видо Изменялась На Протяжении Тысячелетия И Вы Знаете У Евреев Так Все Устроено И Так Строго С Этим Что Когда Пишется Свиток Туре И Там Допускается Ошибка Ошибка Не Исправляется Свиток Полностью Уничтожил Уничтожался Где То Какая Поставлена Йота Вместо Там Запятой Ну Сразу Свиток Уничтожался Ведь Можно Было Там Зачерпнуть Исправить Ничего Подобного Все Свиток Сразу Становился Некошерным И Он Уничтожался Поэтому Удалось Сохранить Подлинники Текстов И Удалось Сейчас Донести До наших Времен Тексты В Оригинале Все Таки Я Ставлю Плюсы И Исполняю Сторону Танаха Если Есть Какие То Расхождения Между Танахом Иванов Но Так По основным Моментам Мы Поговорили Есть Вопросы Задавайте И Всегда Буду Рад Ответить На Них Появятся Какие То Новые Мысли По Этому Поводу Часто Они Появляются Тогда Когда Люди Задают Вопросы Я Расскажу Хотя Вы Знаете Вот По Фальсификациям Которые Есть В Танахе В Переводах С Танаха Она Сильно Дальней Очень Много Можно Говорить Их Очень Много Я Говорил Уже Запомазал Тебя Божий И Сказал Господь Господу Моему Это Тоже Место Часто Используют Для Того Чтобы Подтвердить Божественность Ишуа Но Понимаете В Еврите Есть Такие Слова Которые Невозможно Перевести На Русский Их Просто Невозможно У Нас Господин И Господи Звучит Практически Как Одно И Тоже Слово В Еврите Это Тоже Два Похожих Слова Но Они О Разных Вещах И Там Где Написано Сказал Мэр Или Мэдэбэр Ну В В В В общем Адонай Адоний Ну Это Переводится Сказал Господь Господин Моему Вот Здесь Правильный Перевод Был Потому Что Адонай Это То Что Только Господу Мы Это Слово Используем Только К Творцу А Адоний Это К Незнакомому Человеку Если Например Жена Говоря Обо Мне Будет Говорить Валь Шали То Мой Господин То Например Незнакомому Человеку Она Скажет Адоний Александр Господин Александр Понимаете И Там В этом Псалме Написано Сказал Адонай Адоний То Есть Господь Господину Моему Понимаете А Взяли Изменили И написали Сказал Господь Господу Моему Сиди Одесну Меня Ну Вот Это Лукавство И Такого Очень Много Поверьте Я знаю О чем Я говорю Такого Очень Много И Просто Видно Как Подтасовывалось Просто Подтасовывалось И все Выводилось Под определенную Теологию Я не Я Знаете Почему я говорю Что важно Считать в оригинале Потому что Я встречал Даже В переводах Первых переводах На русский язык Севрита Тоже Тоже Некую Заангажированность То есть Например Попереводят Хасиды И они Тоже Подгоняют Под свою Теологию Потому что В любой Общине Такой Религиозной Есть Теология И Ну Там Хотя бы Они Не допускают Таких Знаете Серьезных Казусов Они Там Могут Что-то Так Слегонца Приукрасить А Вот С Синаидальным Там Очень Существенно Все было В виде Изменения В общем Вот такие Дела Так обстоят Дела Я вас Благословляю На Учение И На Ученичество А Хотел бы Еще Два Слова Сказать По Ученичества Так Вот Это Очень Важный Момент Есть Ученики И Дай Бог Нам Остаться В В этом Статусе До Конца Своих Земных Дней Потому Что Ученики Они Учатся Друг У Друг У Учатся У Учителей Учителя Будут Тоже Знаете Среди Народа Нашего Нет Таких Авторитетов Неоспоримых Есть Равин Да Но Равин Тоже Учится У Равина И Может Учиться У Своих Учеников И Это Очень Важный Принцип Кстати Равин Никогда Не Пытается Доминировать Или Возвышаться Над Учеником И Никогда Не Считает Его Ниже Себя Если Есть Такой Равин Который Считает Кого-то Выше Ниже Себя То Это Не Равин Скажем Так Это Какой-то Заговака Думающий Что Он Все Знает А Кто Думает Что Знает Мы Знаем Что Тут Не Знает Ничего И Ученичество Подразумевает Ученичество В еврействе Подразумевает Вопросы Ответы Вопросы Ответы Как Равин Может Задавать Вопросы Так И Ученики Могут Задавать Вопросы И Вот В этом Вопросах Ответах Мы Учимся Мы Возрастаем Никто Не Претендует На Стопроцентную Вот Я Вот Так Сказал И Вот Так Как Я Сказал И Так Должны Быть Этого Нет Потому Что Мы Растем И Духовно Возрастаем И Мудрее И Естественно Что Наши Взгляды На Писание Меняется Больше Того Я Уже Говорил Что Тора Одета В 77 Одежд И Эти Одежды Снимаются По мере Нашего Духовного Освещения И Очищения Поэтому Каждый Год Мы Читаем Тору И Каждый Год Мы Видим Ее По Другому Вот Позиция Ученичества И Есть Всезнающие Братья Скажем Так Вот Помните Ну Ладно Не буду Об этом Долгая Тема Опять Сейчас Затяну Есть Братья Которые Знают Все И Которых Вот Слово Как Аминь Вроде Бы Вот Это Само Тора Говорит Вот Они Сказали И Все Они Не Терпят Никаких Даже Малейших Каких Отклонений От Того Как Они Сказали Это Вызывает У них Сразу Желание Доказывать Навязывать Своё Они Становятся На всех приглашаю к общению диалогу я думаю что в этих общениях мы будем познавать истину и это истина сделать нас еще более свободными людьми чем мы есть мы на пути всем желаю хорошего пути идти путем истины и те и путем тем который шел наш вашего пишу который который показал нам этот путь и желаю всем не сворачивать с него идти этим путем познания истины и пусть истина сделает нас поистинно свободными людьми людьми не живущими в страхах в сомнениях людьми живущими жизнью победы вот это и хочу провозгласить вашу жизнь победа во все сферы жизни во все ваши начинания победа над болезнями победа над нищетой победа над проблемами победа во все сферы жизни пусть она придет и пусть каждый из вас будет победителем и тем побеждающим который побеждает и который получает процесс своего пути венец жизни вечной благословляю вас всех любовью творца и будьте счастливы будьте всегда ну радостными и в радости служите творцу аминь